Реби, я не понимаю. Приходишь к бедняку, он приветлив и помогает как может. Приходишь к богачу, он никого не видит. Неужели это только из-за денег? Выгляни в окно. Что ты видишь? Женщину с ребенком по воску, едущую на базар. Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь? Ну, что я могу там видеть? Только себя самого? Так вот, окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра и уже видишь только себя. Одного мудреца однажды спросили, что больше всего его изумляет. Он ответил. Человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет. А умирая, сожалеет о том, что не жил. Так и хочется напомнить всем, что жизнь уходит от нас так быстро, как будто ей с нами неинтересно. Господа, живите сегодня. Потому что вчера уже нет, а завтра может и не быть. Знаете, что сегодняшний день – это самый лучший день в вашей жизни. Однажды мудрец собрал своих учеников и показал им обычный лист бумаги, где нарисовал маленькую черную точку. Он спросил их, что вы видите? Все хором ответили, что черную точку. Ответ был неверным. Мудрец сказал, а разве вы не видите этот белый лист бумаги? Он так огромен, больше, чем эта черная точка. Вот так и в жизни. Мы видим в людях первым делом что-то плохое, хотя хорошего намного больше. И лишь единицы видят сразу белый лист бумаги. Женщина едет, раздраженная в троллейбусе, и думает. Пассажиры – хамы и грубияны. Муж – пьяная скотина. Дети – двоечники и хулиганы. А я такая бедная и несчастная. За спиной у нее стоял ангел-хранитель с блокнотиком и все записывал по пунктам. Первое – пассажиры, хамы и грубияны. Второе – муж – пьяная скотина. И так далее. Потом перечитал и задумался. И зачем ей это нужно? Но если заказывает, будем исполнять. Мораль. Мыслите позитивно. Думайте о хорошем. Делайте для себя благой заказ, и он обязательно исполнится. Отправила меня как-то жена в магазин за лимонами. Ну, гриб, понимаете? И сказала – купи крупных, да не гнилых, как обычно. Но подошел я к лотку с лимонами, перебираю. Все кривые, подгнившие, толстокожие. Смотрю краем глаза, справа еще один лоток, и в нем другой мужик лимона шурудит. А у него лимоны крупные, спелые, аппетитные. Ну, думаю, сейчас мужик уйдет, я справа лимонов мигом наберу. Так, для вида перебираю фрукт, а сам искоса на мужика поглядываю. Жду, когда он, наконец, возьмет, что ему надо, и отвалит. А он, скотина, все ковыряется и ковыряется. Минут пять ждал. И то ему не нравится, и это. Хоть лимоны у него, как на подбор. Но не выдержал я. Поворачиваюсь к нему, чтобы сказать, что я о нем думаю, а справа – зеркало. Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на нее внимания. Тогда собака заявила – если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится. На что лев ответил – пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать льва за то, что я сражаюсь с собаками. Таксист подвозит известного в городе миллионера. Тот расплачивается ровно по счетчику. Таксист. Я вчера вашего сына подвозил, так он мне сто долларов на чай оставил. Ну так что вы хотите? У него папа – миллионер, а я – сирота. Мораль. Только тот, кто сам заработал свои деньги, по-настоящему знает им цену.